Всем привет! С вами снова Лаборатория культуры. Первый выпуск в этом году, в новом году. Пятница, 13-е. По-моему, отличная дата, чтобы начать новый сезон. Я с удовольствием представляю дорогого гостя сегодняшнего нашей программы. Дмитрий Рогозин, социолог. Вот так мы договорились просто и коротко представить вас. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о книге, которая была буквально в конце прошлого года, 22-го, выпущена. Книга называется «Дорожная карта старения». И написана она Дмитрием и еще двумя авторами – Маниульской и Солодовниковой. Это ваши коллеги. И я так понимаю, вы довольно долго исследовали тему старости и тему старения. И сегодня мы подробно об этой книжке поговорим. И вообще, в принципе, о теме, об этом исследовании. Но для начала можно, если я небольшое такое выступление сделаю, немножечко, может быть, не совсем касающиеся книги. Я где-то года, может быть, три или четыре назад на театральной лаборатории искала неочевидные такие для театра тексты. Ну, то есть у нас была такая экспериментальная лаборатория в театре практика. И в тот момент наткнулась случайно на вашу статью, которая тоже была в соавторстве с Ольгой Пинчук написана, на пляж с 60-м автобусом, как это так и называлось, где вы исследовали, опять же, людей старшего возраста и исследовали их отношение к своему первому интимному опыту, в принципе, к интимному опыту. И меня тогда эта статья очень захватила, удивила, потому что, наверное, это был такой первый опыт, когда я столкнулась с автоэтнографическим письмом. То есть я, не будучи человеком из академической среды, не очень хорошо была знакома с этим. И для меня было странным, что вы там как раз отступали от такой сухой академической речи, от вот тех выражений, мы считаем. Ну, то есть вот эти вот, я даже не воспроизведу их все, а именно субъективной собственной позиции и вступали в диалог друг с другом. И мне показалось, простите, если это, наверное, слишком вольно, но мне показалось, что для экспериментального театра этот текст идеально подходил, потому что там меня заинтересовала структура диалога, а точнее диалогов. То есть мне было интересно, насколько из разных регионов ценностей строится диалог, то есть тот диалог, который вы, точнее интервьюеры ведут во время опроса, разговаривая на тему, то есть публично, в принципе, спрашивая о том, о чем в публичном пространстве не всегда принято говорить, да, то есть об опыте интимности. То есть вот эти диалоги с интервьюером, которые представлены в статье, и ваш диалог с Ольгой Пинчук, где вы, ну, не то чтобы спорите, да, но стоите тоже на разных позициях, насколько ваш субъективный опыт влияет на интерпретацию вот этих интервью. И я подумала, насколько могут, может, диалоговая форма, которая есть в пьесах, в современных пьесах, насколько она может быть перекликаться или отличаться от тех диалогов, которые я в той пьесе, ой, в той, все уже присвоила, называла пьесой, в вашей статье обнаружила. Вот, и тогда мне тоже во многом очень была интересна тема старения и старости, и вот сейчас, наверное, хочу очень перейти к вашему исследованию и спросить, может быть, ну, такой общий вопрос задать. Я так понимаю, вы очень давно, очень много занимаетесь этой темой. Почему старость? Почему старение? Почему именно столько исследований у вас именно про эту тему? Дмитрий. Ну, на этот вопрос нет ответа. Также он примерно равнозначен тому, а почему вы живете. То есть как-то так сложилось, что вот живем мы с этой темой. То есть старость как таковая, она на русском языке звучит так немножко негативно и может быть вызывать какие-то вопросы. На английский-то переводится просто age. То есть мы, к сожалению, на русском разделяем взросление и старение. То есть как некоторый рост, то есть какие-то, с которыми мы связываем надежды и так далее, и угасание. А в общем-то это один и тот же процесс. И стареть мы начинаем, как только родились, так или иначе, несмотря на все развития клеточные. Поэтому почему мы занимаемся старением? Ровно потому, что занимаемся изучением людей, сообществ и так далее. И эта тема является одной из центральных. Если откинуть, еще раз повторю, откинуть тот негативный флёрк, который тянется просто за словом и за отношением к старости как таковой. Мы по старой привычке, мы в данном случае уже не научные сотрудники, а люди, населяющие там четверть планеты, да всю планету. Мы опасаемся, и у нас очень много всяких предубеждений против будущего нашего. То есть вся наша культура учит нас в будущем искать только светлое и хорошее, и когда вдруг маячит там не очень красочные перспективы, мы об этом стараемся не говорить. Поэтому тема старения, как правило, уходит на задний план, даже в обыденных разговорах. Вот отсюда еще один повод, чтобы этим заняться. Когда люди стараются о чем-то не говорить, это больше всего и привлекает социальных исследователей, поскольку за этим скрываются, наверное, одни из важных культурных норм, скрепляющих сообществ. То есть о чем люди не говорят, то и определяет их жизнь, так скажем. Мы изучаем жизнь, поэтому изучаем старение. Ну да, наверное, во многом поэтому я и очень сильно заинтересовалась этой книгой, этой темой, и захотела вот эту программу записать, потому что я как раз из-за того, ну, наверное, большинства, это не проверялось, но, наверное, того большинства, которое действительно отодвигает, старается забыть эту тему, а также как тему смерти, также как тему старения. То есть, ну, понятно, что когда-то это наступит, но зачем думать об этом сейчас? И вот такого рода избегания при прочтении вашей книги, особенно в начале вступления, где у вас, собственно, об этом говорится, да, что мы в основном, у нас принято культивировать молодость, продлевать жизнь, то есть как можно дольше там сохранять трудоспособность, вот. И вместо этого вы предлагаете как раз другой подход, другое отношение к старости, к старению, как, ну, во-первых, неизбежному процессу, да, вот мне в самом начале понравилось, если вы не против, я зачитаю, да, буквально там в предисловии, качество жизни зависит не только от материального достатка, но и от множества нематериальных факторов, определяющих нашу повседневность. Один из этих факторов связан с возможностью планировать свою жизнь на 10-20 и более лет вперед. Как мы постараемся показать в этой книге, такое долгосрочное планирование является критически важным инструментом здорового старения. При этом по вполне очевидным причинам оно чрезвычайно затруднено в современных российских реалиях, что делает нас уязвимыми перед собственным будущим, которое при всех неопределенностях все же гарантированно обещает одно – переход пенсионного рубежа и погружение в старость. И вот этот контраст действительно неопределенности сегодняшнего дня и какая-то неизбежность того, что старость все равно ждет каждого из нас, так же, как и смерть нашего каждого из нас. Вот это какая-то очевидная мысль, которую ты в повседневности не замечаешь, может быть, стараешься отодвинуть. Мне показалось очень такой привлекательный. Ну, не привлекательный, не знаю, дурацкое слово. Наверное, важный какой-то. Старость не только нас ждет, она нас окружает. Здесь все-таки нужно давать себе отчет, что мы не индивидуалисты в своей природе. Мы все-таки живем в кругу своих близких людей, семьи, друзей, коллег. И с самого рождения нас окружают люди, которых с полным правом мы можем назвать старики. Это не только наши бабушки и дедушки, это и наши соседи, и вообще люди, которых мы как-то воспринимаем. Поэтому здесь даже нельзя говорить, что нас ждет старость. Старость нас не ждет. Она как бы нас сразу принимает в свое лоно. И делать вид, то ее нет, как делать вид, что нет там людей с ограниченными возможностями или нет людей, не похожих на нас. Это такое небольшое безрассудство в жизни, поскольку эти люди не только присутствуют, но и формируют нашу жизнь. То есть определяет то, как мы живем здесь и сейчас, независимо от того, какой у нас возраст. Я говорю не только о том, что, но о большой роли, допустим. Особенно, кстати, в северных регионах и в небольших городах роли бабушек и дедушек. В больших меньше, потому что в больших больше мобильность, там какие-то вот вещи происходят. А в малых городах очень часто, еще и исходя из не очень хороших отношений в семье, то есть не надо сказать, что у нас много разводов, роль бабушек и дедушек колоссальна. Так вот не только об этой роли нужно вести речь, но и об соприсутствии всех возрастных групп, в большей степени как раз групп из старших поколений в жизни каждого человека. И это не только страшилки того, что у нас население стареет или еще что-то. Это такая условность, которая окружала нас всегда. То есть нас в данном случае, это вообще людей, что называется. И сто лет назад, и двести лет назад мы не жили колониями одного возраста, ожидая, то есть когда же он изменится, станет другим. Мы жили все-таки в обществе всех возрастов. И вот такое бегство от собственной старости, то есть нежелание об этом думать, вот наступит тогда и подумаем. Оно в какой-то степени и закрывает глаза на тех, кто рядом, на близких, которые уже в этой поре находятся. Поэтому вот я поправляю вас немного, что с одной стороны, да, нас ожидает старость, а с другой стороны, она уже есть. Она пришла, ждать нечего. Зима уже не близко, она уже здесь. Да, об этом тоже забываешь. Или стараешься забыть вы, к сожалению. Наверное, прежде чем мы подробно будем разбирать книгу и перейдем к ней, можно еще вот один такой мой дилетантский вопрос, если сможете, моё любопытство немножко удовлетворить. Я хочу вас спросить. Опять же, социологи, да, вы сказали, обращаются к разным темам, в которых мы живем. То есть я, наверное, довольно часто сталкивалась, где-то видела теоретическое описание, концептуализации таких тем, как смерть, дружба, любовь, но как-то никогда не сталкивалась с социологией старости. А кто из теоретиков, может быть, какие-то фундаментальные знания есть в этом? Потому что книжка у вас все равно, это, наверное, прикладная социология, да, это прикладное исследование. А есть ли кто-то из теоретиков, из ваших там отцов-основателей, кто эту тему разбирал? Я вот просто не вспомню даже, не знаю. Не подскажете? Ну, как вот сказать, здесь первую книжку о старости, то есть о смерти, написал один из основателей качественной методологии Ансельм Стросс. Он с этого начинал вообще свой путь в науке. Он у нас известен по такому направлению, как обоснованная теория, grounded theory, то есть то, что определяет вообще подход к анализу качественных данных, качественных интервью, всего мукодирования и так далее. Это вот одна линия методологическая в этой части, как разговаривать о старении и о смерти в том числе. Там о смерти было очень много. Вот. А так, тема же старости, она не социологическая, это тема геронтологическая. Она в большей степени развивалась через медицинские основания. Там свои столпы и отцы-основатели. А социологи к ней всегда подходили немного по касательной. Допустим, очень сильна школа, опять же, тут как сказать, социологи это, или скорее социальные антропологи. То есть здесь дисциплинарные рамки совсем ломаются. Вот школа очень сильна в Великобритании, там такая исследовательница, как Кристина Виктор, она занимается, допустим, в большей степени одиночеством старения, как ключевой проблемой. Но мы все знаем, что Япония и Великобритания это две страны, в которых есть даже министерство одиночества. Я не знала. На государственном уровне считают это основной проблемой гораздо больше, чем там заболевания, связанные там с иммунной системой или там, не знаю, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть одиночество это основной бич старости. Вот. Французская школа тоже очень сильна в этом. У меня сейчас в памяти не приходит голову автора. Ну и Германия. Кстати, опять же, еще раз отступаю, что тема старости, она изначально прикладная. То есть она, опять же, если говорить о дисциплинарных рамках, сделала дрейф от медицины, медицинской антропологии, скорее социальные работы. То есть и организации пространства, быта, и временных каких-то маркеров старения у населения. Поэтому отсюда мы скорее имеем дело не с фундаментальными работами, которые там нам чего-то просвещают, а с такими методичками и инструкциями, связанные с тем, как же нам себя вести и как нам организовать свой быт, в том числе семейный, чтобы нам было хорошо. В том плане тем, кто ухаживает за стариками. И чтобы им было хорошо. То есть, чтобы наша семья как бы развивалась более-менее благополучно. Вот. Но опять же, я вот сейчас, я скорее ухожу от вашего вопроса, поскольку к нему был не готов. Вообще, отцы-основатели, конечно, есть, этот список огромный, но вот так перечислять, как это у нас принято, прибивать на забор Макса Вебера, Дюргейма, Конта, еще кого-то в рамках старения. Такого нет. Скорее, можно говорить о шайках, школах, всевозможных направлениях, которые, конечно, очень огромны. То есть, здесь точно, совершенно, что это не пустыня. То есть, это такая же огромная сфера, как социология детства, допустим, где изучают детское население. Так же и старость. Но я спрашивала скорее не для того, чтобы прибить там Вебера, Дюргейма или кого-то. Просто у меня, возможно, ложное какое-то ощущение сформировалось, как строится социологическое исследование. Ну, так, немного иронично, там, социолог все равно как-то там трансцендирует в теорию, в философию, выбирает какие-то там теории, которые можно концептуализировать. Там первая, вторая орбита и потом уже идет... А зачем их выбирать? Вообще, зачем нужны здесь теоретические конструкции? Я вас прошу. Когда речь идет, допустим, об организации пространства твоей квартиры, твоего дома, чтобы было удобнее. Ведь основные концепты не в том, чтобы правильно описать человеческую жизнь и выбрать такой верный способ старения. А основные конструкты связаны с... у нас это называется социальным благополучием, а проще говорить счастьем. То есть, как быть счастливым? То есть, что для этого нужно сделать? Или хотя бы как быть нераздражительным? Потому что старость ведь, она же еще... Кроме одиночества, сопутствующий такой негативный элемент старения, это раздражительность. То есть, дети обижаются на своих стариков, старики обижаются на детей, стыдятся. Вот как сделать так, чтобы эти все негативные элементы, ну, как-то... Если не сгладить, то хотя бы убрать, чтобы их было меньше. Для этого не нужны высокие теории. Вот. Они... Когда-то они помогают, но мы находимся сейчас на таком этапе развития нашего быта, то помочь себе мы можем очень легко вне зависимости от теории. То есть, как говорят мои коллеги, социальные работники, достаточно вкрутить лампочку помощнее, не экономить на электричестве и поставить счетчики движения, чтобы она включалась, когда пожилой человек идет в туалет. И вы сразу снизите вероятность падения и перелома шейки бедра там на... ну, в десятки процентов. Какие здесь теории? А мы-ка почему-то не вкручиваем, то есть, почему-то о порогах не задумываемся и так далее. Вот мы вот в этой специфике, то есть, другими словами, книжка написана не с точки зрения теоретических концептов, а размышлений над нашими совершенно бытовыми простыми вопросами. Что делать с мамой, которая постарела и как бы она начинает как бы нервничать. То есть, как любить своих стариков, когда возникает чувство раздражительности? Как его... Ну, как бы нельзя же все время подавлять, а вот что с этим делать? И в этом смысле мы, конечно, пересекаемся очень сильно, начинаем пересекаться с психологией, с психологами, то есть, взаимодействием. Наше базовое различие, почему все-таки мы остаемся в социологической сфере, мы говорим о социальном, то есть, о социальном взаимодействии, об окружении и людях. И здесь очень важный элемент в старении, в изучении старения заключается в том, что старость это еще и такой этап жизни, когда все меньше и меньше становится у человека индивидуального, то есть, вот такого достижительного, направленного на успех и так далее. А счастье человека все больше и больше определяется социальной сферой, то есть, другими людьми. И здесь очень любопытная вообще вещь, связанная с тем, что, ну, в общем-то, если мы задумываемся, то и наше с вами счастье определяется в большей степени не нами, не нашими достижениями, а нашими близкими. То есть, мы социальные животные. Ну да, я... В этом смысле, если у нас что-то не получается, да, в социальных отношениях, то и в личном тоже, такой, в индивидуальном не получается. Да и мы личное, вот заметьте, что вот сфера это личное, оно у нас все равно определяется через парное такое определение, то есть, личное, семейное, то есть, личное это то, что связывает нас с любимым, близким человеком, вот, а не то, что вот я один, как тот, который хочет чего-то там достичь, и так далее. Вот, поэтому, да, теории, может быть, и красиво строить, это на нашем языке называется операционализация, концептуализация сначала, потом операционализация понятия, выведение там каких-то, каких-то новых смыслов, но то, с чего вы начали не только более человечно и ближе к жизни, но и более продуктивно, это вот многоголосие и возможность определить собственную собственную позицию, указать на нее как исследователя и вывести на свет, сделать видимой позицию другого человека, не обличая ее и не загоняя этого человека в угол. Каких бы вопросов мы ни говорили, то есть вопрос интимности, как вот в той, в той статье, он один из центральных для старения и один из центральных для организации пространства дома, потому что базовая же, ведь проблема заключается в том, что дети очень часто начинают думать, что, ну, что старику, то есть ему телевизор рядом, плед накормили, больше ничего не надо, а любому человеку нужно пространство для уединения, и в этом смысле проигрывать начинают любые дома, престарелых, там, обитания людей, которые игнорируют эту часть, то есть если у человека нет своего угла, то он в какой-то степени становится бездомным даже в своем доме, то есть находясь в своем доме, не имея своего угла, возможности уединиться, то есть не быть под взглядом другого, очень сильно снижает уровень жизни этого человека и бумерангом снижает уровень жизни окружающих людей, потому что раздражительность идет, она распространяется очень быстро. В общем, вот такие мелочи, казалось бы, наблюдения, которые позволяют нам задуматься над тем, как мы живем, с кем мы живем и как можно сделать нашу общую совместную жизнь, прежде всего, наших близких, лучше. На это направлена эта книжка, на такое совместное размышление об этом скорее. Поэтому мы немного конечно импатировались. Давайте к ней перейдем как раз к дорожной карте и к тому, как же это сделать. То есть я попрошу вас, наверное, поэтапно, может быть, следуя структуре книги, рассказать, во-первых, о своем исследовании, о том, что вы обнаружили в процессе опросов и в чем достоинство этой книги. Вы не просто констатируете какие-то факты, результаты исследований приводите, но и собственно делаете какие-то предложения по тому, как можно это изменить и как можно исправить. Что же такое дорожная карта старения и как не стать заложником своего дома после выхода на пенсию? Такой подзаголовок у вас в книге. С чего начинать? С чего начинается? Вы уже, может быть, начали, отвечая на предыдущий вопрос, говорить о жилье, о том пространстве, которое окружает человека старшего возраста. и это одна из таких тоже ведущих тем вашей книги. Можно с этого начать? Или с чего хотите? Нет, начинается все с вопросов. То есть всегда любое действие, не обязательно исследовательское, начинается с вопросов и с необходимости оглядеться вокруг, то есть с диагностики своего состояния. То есть она может проходить формальным образом, то есть вот мы любим с анкетами приходить или с тестами какими-то, или еще чур знает с чем. А может быть мягким способом реализовано через антропологический подход, этнографический, то есть сценарный, вот как бы современный театр, кстати, это тоже механизм диагностики текущего состояния. Какой театр не расслышал? Просто осмотреть современный театр, ну то есть всякие разные иммерсивные формы, они же не только вталкивают зрителя, делают из зрителя участника представления, но и ставят перед ним очень много вопросов, то есть вот это связанных с неудобством, кто я такой здесь, а как мне себя повести, да удобно или неудобно, то есть вот эти все переживания эмоциональные, которые дарит театр современному зрителю, они как раз и направлены на то, чтобы обнаружить себя, свое место, кто я такой, здесь, а кто для меня семья, кто такие мои родители, то есть первая задача в старении не в том, чтобы там куда-то двинуться, двигаться никуда не надо, надо наоборот остановиться, осмотреться и увидеть себя, задуматься над этим, что, увидеть себя, увидеть свой дом, свое место, и мы поэтому как бы задавая всякие вопросы людям в первую очередь задавали вопросы о том, где они живут, в каких условиях, как они видят свою жизнь, что они думают по поводу того места, где они живут, насколько оно комфортно, удобно для них и так далее. здесь есть грань такая немного опасная в том плане, что ну вроде живем и живем и нормально, и есть проблемы побольше, а начали задумываться, так еще и здесь у нас плохо все. У нас ведь не секрет, что большинство населения страны живет не в очень хороших условиях жилищных. Поэтому здесь есть вот такая не проблема, а опасность что ли, неправильного, невнятного интерпретации этой диагностики. Диагностика не для этого, она лишь для того, чтобы обозначить вот эти границы и определить те проблемки или те области, которые мы можем исправить и быть лучше, узнать, как у других. Например, вот такой казус мы обнаружили у нас. Я упомянул, что у нас как бы основное население живет не очень-то в хороших условиях, но большая, подавляющая часть населения страны у нас в жилищные условия измеряют через квадратный метр. Так вот принято у нас, то есть как только заходит о жилье, будь то риэлторы или просто члены семьи, только о квадратных метрах, ну, экстраполируется, в том, еще на количество квартир, ой, комнат в квартире, но это все равно сводится до квадратных метров. А любопытно, что когда мы смотрим на западное сообщество и там развивается вот это наблюдение за жилищем человека, за его сферой, мы обнаруживаем, что в списке значимых параметров жилья квадратные метры уходят там за десятое место. То есть вот качественное жилье определяется не квадратными метрами. А чем? И там вот в этом в списке первых вдруг возникает то, что наш человек может сказать, ну, все, буржуи совсем зажрались, то есть что они там вообще думают о себе? Чистотой воздуха в помещении, то есть о чем они вообще говорят, то есть какая чистота воздуха? А это чрезвычайно важный параметр. Видом из окна, то есть кто, какой вид из окна? Но оказывается, что вид из окна очень сильно повышает, то есть люди, которые живут с хорошими как бы вот этими видовыми видовыми параметрами их жилья, у них не только уровень жизни повышается и субъективное благополучие, но у них еще и есть больше шансов на то, чтобы их семья там прирастала в доставке. Вот это удивительная вещь. Потом, как это ни странно, жилье часто в меньшей степени определяется, что внутри, нежели что вовне. То есть наличие парковой зоны, вот этих вот, не только детских площадок вокруг, которые там нужны, семье на очень ограниченный срок времени, но ребенок на детской площадке лет до 13-ти, 14-ти летние уже там приходят хулиганить скорее, чем на детской площадке кататься с горок. То есть это срок действия детских площадок в наших дворах, это где-то лет 10. Я имею в виду для семьи. Если семья многодетная, там чуть-чуть растягивается, но это очень ограниченное число, как бы реципиенты этих детских площадок, это очень ограниченный круг членов семьи. А если мы посмотрим на других, то возникают вопросы об, опять же, дорожках, тротуарах правильно сделанных, возможности не просто до магазинов шаговой доступности дойти, а возможности в шаговой доступности как бы пройти к театру, кинотеатру, дойти до каких-то мест, где можно просто отдыхать и смотреть. И вот эти вот вещи, как это ни странно, такие вот кажущиеся ненужными, второстепенными, то есть давайте сначала устроим быт, то есть была бы кровать, а там мы найдем где мы будем гулять, не до этого. Они, как это ни странно, определяют качество нашей жизни гораздо выше, чем эта самая кровать. Здесь мы, коли вы там начали задавать вопросы об отцах-основателях, вот кто только не попадя у нас в России, и, наверное, самое цитируемое там употребление, говорит о пирамиде Маслову. Ну, ее же, по-моему, кроме экономистов вообще уже никто не берет в Россию. Ну, слушайте, я про это слышу постоянно, то есть я постоянно про то, что сначала нужно удовлетворить одни потребности, потом другие, третьи, а вот духовные где-то там наверху стоят, а оказывается, что ничего подобное и вот эти духовные или эстетические потребности, то есть потребность в красоте, она является первичной. Красота определяет удобство. То есть и ты получаешь, допустим, даже в доме, где нет удобств, то есть, допустим, только холодная вода, а то сельская местность, там вода в колонке, а то или в реке. но если хозяйка добротная и в доме убрана, и на это обращается внимание, то уровень жизни в этом доме выше, чем в квартире, где там есть квадратные метры, проведены эти все услуги. Хотя я здесь сильно утрирую, сильно утрирую, потому что одно из самых больших удивлений этого исследования, да и предыдущих тоже наших, это колоссальное количество жилья, которое не удовлетворяет элементарным нормам проживания там в общемировой. То есть это отсутствие отсутствие туалета, горячей воды и даже холодной воды в жилье не только сельской местности, но и в городской. То есть у нас очень много городской застройки, даже не хрущевского типа, а барачного типа. И люди там живут. И вот беда заключается в том, что чем старше человек, тем больше у нас вероятность, что он живет в такого рода жилье. То есть у нас молодежь как-то ищет способы мигрировать или найти себе жилье получше. А старики доживают вот в таком непотребном жилье здесь. Вот это из негатива. Ну то есть смотрите, сначала осмотреться и понять, что же из себя представляет наше жилье и что мы думаем о нем. Второе, задать себе вопрос уже перспективный. А вот то, как я сейчас живу, как вижу ли я себя через 20 лет? Я здесь буду жить или нет. И этот вопрос он отнюдь не такой не абстрактный, что называется, когда делать нечего, то есть пришел, выпил и начал рассуждать о будущем. Он очень конкретный, потому что жилье это такая долгосрочная инвестиция, не случайно ипотеки берут обычно не на полтора года, а лет на 10-15. И здесь возникает важный вопрос, если мы планируем здесь жить дальше, то ведь мы хотим, чтобы это жилье было удобно для нас и дальше. Он просто рационально. Здесь нет опять уже даже никакой эстетики и возвышенных размышлений, здесь чистая рациональность. И получается парадоксальная вещь, такая любопытная, она тоже, это второе, что нас удивило, после того, что квадратные метры у нас на первом плане, это то, что инвестируя в будущее, покупка жилья в ипотеку или не в ипотеку, ну или вообще переезд в жилье, это инвестиции в будущее все-таки, это инвестиции, это не расходы текущего дня, так скажу. человек у нас средний россиянин, он относится к своим инвестициям как к кратковременным расходам, то есть он буквально инвестирует там жилье, даже если у человека есть доходы хорошие, он как бы покупает новостройку какую-то, но все как выстроена новостройка, как девелоперы спроектировали вот это жилье, эти блоки новых домов и так далее, они спроектированы максимум на лет 10 нормальной жизни этого человека, вот на это мы тоже обращаем внимание, потому что жилье у нас как правило в собственность приобретается лет в 35, до этого съемные квартиры, родители и так далее, вот как бы там, и семья у нас тоже сдвинулась такая устойчивое образование семьи, может даже второй брак, и устойчивость такая возникает 35-40 лет у людей более-менее жильем, и вот здесь возникают ипотеки, покупки новых квартир, но они выстроены так, что уже где-то к 60 годам человеку будет в ней жить некомфортно, поскольку они это иногда, сейчас уже редко, иногда это и дома без лифта, если это двухэтажные дома, или там частная застройка двухэтажная, это пороги, это ванные комнаты, ванная группа, вот эта, которая на самом деле не приспособлена для нормального приема душа, человеку, у которого затруднено движение, и так далее, и так далее, и вот вам парадокс, с которым мы сталкиваемся, мы инвестируем огромные деньги на то, чтобы там через 20 уже лет, то есть это очень короткий срок для инвестиций, стать просто заложниками своего жилья, и вот это нужно пересматривать, тогда возникает уже вопрос к тому, что пока есть день, силы, и размышления, причем без денег опять же, можно по своим доходам спроектировать свое жилье удобным образом, можно подумать, что может не надо ставить эту чугунную ванну, может нужно подумать о том, как сделать это удобным и через 20 лет для себя, и удобным для тех, кто живет рядом с тобой, если ты живешь со стариками, то есть если ты привез своего папу или маму к себе жить, для которой ванна будет очень неудобной конструктом. Вот, это два, и на это же сказывается вот вещь планирования, здесь еще одна часть, которая не столько удивила, насколько является очень значимым феноменом, такой казус, он определяется тем, что с одной стороны жилье, вот то, что я проговорил, становится неудобным с возрастом, то есть так у нас спроектировано, то есть такие у нас СНИПы и ГОСТы, то есть жилье у нас неудобно для жизни, то есть оно удобно на очень короткий срок, для здоровых, ни в чем неограниченных людей, то есть мне не хочется слово инвалиды употреблять, хотя мы все инвалиды, в какой-то степени у нас ограничений куча, в пробке стоишь, значит ты инвалид вообще, вот, то есть жилье у нас с возрастом становится все менее удобным, то есть и человек там 85 лет, 90, для него проживание в своей квартире это чистый кошмар, то есть до туалета нельзя добраться, поэтому у нас люди мало принимают душ, моются там и так далее, вот это раз, а с другой стороны и вот это парадокс, с возрастом жилье приобретает большую значимость, оно становится не просто чрезвычайно значимым для человека, то есть там, где он живет, а оно становится частью человека, то есть есть такое понятие expanded mind, то есть расширенное сознание, то есть там, где мы живем, это эти места, эти там фотографии на стенах, если они есть, это кровать, там, этот диван, этот телевизор, это такие сигналы для организации памяти нашей, то есть наша память слабеет, то есть там деменцию никто не отменял и так далее, и человек в своих стенах, недаром мы все говорим, там стены держит, то есть недаром любой ребенок понимает, что в дом престарелых родителя отдавать нельзя нельзя не потому, что это как бы что-то неправильно, а потому, что он быстро умрет там, то есть это не его стены, то есть это не его пространство, человек быстро угасает туда, если он переезжает из своего дома. Именно поэтому, кстати, желание жить в казенных домах, даже самых хорошо организованных, стабильно для населения, независимо от уровня благополучия страны, где-то на уровне 6-9% людей готовы жить в домах престарелых, остальные все-таки хотят умирать дома и жить в своих стенах. И это парадокс, то есть это большущий парадокс, с которым нужно работать, о котором нужно задуматься. Смотрите, значимость жилья становится выше, то есть оно становится обеспечивающей нашего благополучия, а качество его в отношении восприятия резко ухудшается для человека. И вот с этой проблемой, по крайней мере, надо побыть, не то, что там ее откидывать и так далее, а задуматься и попытаться поразмышлять, а что же я могу сделать локально в своем жилье или о каком жилье я должен думать, чтобы оно было удобно в более длительной перспективе, чтобы жилье перестало быть временным. То есть мы все знаем, что нет ничего более постоянного, чем наши временные представления, тем более о жилье. это понятно в отношении человека, который, скажем, может что-то еще планировать, у которого есть какой-то временной промежуток до условно старости. То есть то, о чем вы говорите, оно... Промежуток есть у всех. Нет, подождите, здесь очень важный момент. Планировать могут все, потому что, еще раз, одинокие люди, как правило, не живут долго. Даже если мы попадаем в ситуацию, когда человек одинок, все равно у него где-то дети далеко, или соседи поддерживают. То есть все равно, когда я говорю о планировании, речь идет об коллективном планировании, не индивидуальном. Вот это нужно подчеркивать в старости, и на это направлена как раз дорожная карта. Тоже такой любопытный момент. Смотрите, когда мы выбираем жилье себе, то есть при покупке, мы смотрим на разные параметры, но, к сожалению, основной параметр для нас опять квадратные метры, но мы их расширяем, все равно мы интересуемся чем-то, но в последнюю очередь так принято в России интересуются соседями. Если мы посмотрим на то, как выбирается жилье в Соединенных Штатах, соседи являются первым параметром выбора жилья. Первым. потому что вот эти анекдоты, что там кто-то сверлит или еще что-то, но это еще полбеды, потому что хотя бы какое-то взаимодействие есть. А ведь городская проблема одиночества связана с тем, что уже становится нормой, что мы не знаем своих соседей. То есть мы как бы если и здороваемся из из вежливости, то этим только и ограничиваемся. И вот это тоже важный элемент кстати жилья и объяснение того, почему люди из прошлого советского с такой ностальгией вспоминают даже ужасные коммуналы. Ну то есть это вот совершенно безумное с точки зрения здравого смысла жилье, поскольку компенсации вот отсутствия угла выступало все равно взаимодействия с другими людьми даже в негативном плане. То есть человек такое существо, которому нужно взаимодействовать. Даже если он скандалит, он через свои эти скандалы подпитывается, что ли, он чувствует себя сопричастным вот этому этой жизни с другими людьми. Вот. И поэтому основной основной камертон такой вот прохождения этой дорожной карты и так далее это вообще-то преодоление одиночества. То есть жилье это мы, то есть это продолжение нас, мы должны об этом задумываться. Некоторое расширение нашей телесности пространственной. Вот. но оно направлено не для того, чтобы построить себе там золотые унитазы или еще чтобы стремиться к какой-то огороженности что ли от других. А оно для того, чтобы в него вошло как можно больше социально значимых близких для тебя людей. И вот здесь четвертый парадокс. То есть проблема нашей страны заключается в большей степени с точки зрения вот развития жилого фонда в большей степени заключается даже не в низких каких-то материальных характеристиках жилья, а в большей степени в огороженности, в заборах. То есть мы вдруг обнаруживаем даже хорошее жилье, то есть хорошее, ну то есть мы говорим вот для жилья вот элитная застройка. Но она перегорожена со всех сторон и возникает такое ложное чувство, что заборы нам создают некоторую безопасность. Слишком уж опасная среда, давайте огородимся от нее. Но эта огороженность резко снижает уровень жизни. Именно поэтому вот самые богатые, пока у нас не возникла эта ситуация, старались жить где-то в Европе. То есть вкладывались в виллы и так далее. Что там намного чего лучше? Да там заборов просто нет. То есть если они есть, то они минимальны. там очень много социальных общественных площадок, пространства. Мы в эту сторону двинулись. В больших городах это заметно. То есть вот это город для пешеходов, убирание, сужение транспортных развязок, то есть или уходы в другие пространства. но в малых городах это уже очень мало. Да, у нас тут каждый год закупают такие, знаете, смешные серые заборы и такие ограждения, которые по всем скверам, аллеям в большом количестве расставляют. Ну, якобы это как это называется, ну, чтобы пешеходы не выходили на проезжую часть для их безопасности и для того, чтобы машины ограничить. Все вводят, потому что это ужасно, никому они не нравятся, они эстетически ужасно выглядят и они просто размножаются на каждом перекрестке, но тем не менее все это продолжается. Ну, вот вы здесь киваете на власть, можно было бы как бы занять эту позицию критики, а вот они наверху там. Нет, у нас активисты борются с ними, есть некие группы, которые... Я другое хочу заметить, но проблема глубже ведь, она в нас самих, потому что самые ужасные заборы, это не те, которые огораживают наше жилье, самые ужасные заборы, это те, которые огораживают могилу наших близких. Зайдите на любое кладбище в России, очень часто креста уже нет, повалилось, а этот забор сварен, он стоит, и во многих погонстах сельских ты идешь, ты даже не можешь пройти, потому что перегородили вообще все. в Москве, на Востериковском кладбище, там я зашел на новое захоронение, мне прямо плохо стало, там метр на метр заборчики, и они как бы там даже не предусмотрели проходов, то есть ты прям по забору должен как-то улазить между этими могилами, это же ужас. То есть, и это как раз говорит о том, что мы диагностируем какое-то искажение восприятия реальности, потому что ну на кладбище-то зачем забор? То есть, ладно, там скот когда-то пасе, но ко многим кладбищам скота не подходит, и для скота, для ограждения есть внешний забор. То есть, зачем городить это все? И вот это как раз есть такой сигнал, что с одной стороны, да, то есть, власть там муниципальная или региональная, она иногда осваивает бюджеты и там городят черти что, но мы же сами делаем то же самое, потому что в общем-то на кладбище никто никого не заставляет поставить забор выше человеческого роска вокруг его памятника, и вложиться в забор гораздо больше, чем в крест могильный, могильную плиту. Это вот, это тоже очень любопытное наблюдение, на него многие обращают внимание, для этого просто нужно поездить по Европе и понять, то есть, ты заходишь на кладбище без забора, то какое у тебя восприятие, и когда ты заходишь с забора, это даже не забор, это заборы бесконечные, то есть, как клетки, то есть, они воспринимаются клетками просто в этом перспективе. Да, я как-то не задумывалась, точнее, потому что не была, наверное, не бываю на кладбищах, я чисто вот какого-то... А похороните, то есть, вообще, приезжая к городу, то есть, социологи, социологи идут, в первую очередь, на кладбище, то есть, и вообще изучать город надо с кладбища, то есть, через фамилии, захоронения, то есть, мест и так далее. Мне это любопытно, я как раз слежу за теми, кто исследует, ну, вот у нас археологи, некрополь в соседнем городе исследует, и как Серёжа Мухов описывал в своих книгах, ну, у него вот эта покраска заборов и постоянный ремонт их, это уже, ну, как следствие, это ритуальные практики, которые заменяют, ну, более древние ритуалы религиозного типа, вот, и сейчас это такая покраска этих заборов восстановления, это, ну, уже какое-то следствие, да, он не разбирает, наверное, того момента, связанного, почему они возникают, почему они непременно должны быть, и мне действительно стало любопытно очень после того, как вы эту тему затронули, то, что действительно всё пространство, когда едешь по России, когда выезжаешь куда-то в другой, в другие страны, очень сильно меняется, и замечают многие, что действительно заборов нет, и таких, по крайней мере, заборов огромных, функциональных нет, есть какие-то более декоративные формы, это да, то есть наша какая-то, что это, что это может быть, откуда это? Это можно определить как социальное заболевание, фобия, психическое заболевание человека, потому что это уже стало нормой, то есть вот это же норма, социальная норма, забор ставят не потому, что как бы испытывают к этому какое-то эстетическое, хотя по-разному бывает, но в большинстве случаев не потому, что эстетику заборов только прониклись эстетикой ограждения, а потому, что другие так делают, но так не принято, потому что не поставишь забор, сосед машину свою загонит на твою территорию, ну нужно оградиться, территорию немножко застолбить, там чуть подвинуть ее и так далее, вот, но это есть просто социальная девиация, то есть с точки зрения того, что это ограждение себя от других из как бы определение себя через клетку, потому что в такой ситуации ведь возникает отнюдь не риторический вопрос, кто огораживается, то есть не ты ли огораживаешь себя от мира, нежели мир от себя, и именно на это и направлена в том числе и наша книжка, поскольку очень часто сами квартиры становятся этими самыми ритуальными заборами, то есть ограждениями себя от других загонам в одиночество, так или иначе, поскольку сначала ты это делаешь с точки зрения безопасности и еще каких-то соображений, а потом эта ограда, это ограждение просто не позволяет тебе выйти во вне, то есть ты так и остаешься заложником своего забора. Да, давайте вернемся к книжке, я предлагаю, и вот я прошу, может быть, вас рассказать о идее социального дома нового типа, ну как одно из решений вот всех проблем, о которых вы говорили, то есть у вас в книге сказано, что более-менее привыкли в Москве и в Петербурге к таким домам, то есть ну по крайней мере наверное уже знают, я не сталкивалась в Кирове с такими домами, и что это, расскажите, пожалуйста, и насколько они ну решают во многом эти проблемы. Нет, в Москве и Петербурге тоже не привыкли, они есть, но их не так много, вот, если говорить о привычке, то скорее нам нужно показывать пальцем на Израиль, то есть вот там действительно социальные дома нового типа являются нормой, мы в большей степени копировали их. Отчасти это есть в Великобритании, в Германии, в Финляндии, то есть дома нового типа. Особенность тех заключается в следующем, то есть это то, что это обычные жилые дома, то есть многоквартирные дома, с обычными квартирами в зависимости от, опять же, достатка и вкуса проживающих, то есть хочешь жить в трехкомнатной квартире, живи, пожалуйста, но для стариков это не надо, то есть они в принципе как бы в старости приходят понимание того, что квадратные метры это же и необходимость уборки и всего остального, то есть ухода за этими метрами, зачем это нужно, то есть все равно люди как бы снижают свои потребности в этом, но самое главное это инфраструктура, то есть это значит, что первые этажи, которые у нас обычно отдаются ну там под магазины, офисы и магазины, то есть какие-то, они отдаются под две функции, очень важных для старения и которые, кстати, важны для всей семьи тоже, то есть первая функция медицинская, то есть как бы в новом социальном доме, вот этот дом, где живут там старики, а может и не только старики, есть свой, можно назвать фельдшерско-акушерский пункт, то есть некоторый пункт, где может быть оказана первая медицинская помощь, а самое главное, там присутствуют те самые социальные работники, которые могут выстроить как бы взаимодействие вот этого пожилого человека с медицинским персоналом, с обслуживанием из других поликлиник, прикрепить, увезти и так далее, то есть вот эта часть, под это выделяется, помещение, оно может расширяться, потому что здоровье, это ведь не только как бы предотвращение, как бы это не только лечение, это и профилактика заболевания, поэтому здесь, в новом социальном доме хорошо бы иметь бассейн свой, активный зал, то есть и это нужно для каждого дом, то есть это не привилегия, что называется какого-то круга фитнес-озабоченных, зожников, это есть как бы общая норма, потому что даже если ты просто спускаешь, ты понимаешь, что этот спортивный зал удобен, комфортен и в нем приятно проводить время, ты все равно начнешь какую-то гантельку поднимать, это вот так же, как работают библиотеки сейчас, современного типа, потому что там вроде как никто тебе книжку не толкает в руки, но ты приди, тебе там комфортно и книжка вдруг в твоих руках окажется, вот, и отсюда я перехожу ко второй части тоже, она как бы связана, только здесь я говорил о физической культуре, а можно говорить о культуре как таковой, то есть это некоторое пространство, которое в нашем сознании занимают какие-нибудь дома культуры или еще что-то, в которые приглашаются разного рода люди вот этим вот ТСЖ, то есть этим сообществом дома, соседями, на их средства или там на средства благотворителей каких-то, с какими-либо программами, вот в социальных домах европейских там приезжают артисты, выступают прямо в доме, причем дом он является не огородным, то есть не значит, что там эксклюзивные люди какие-то и к ним приехали, нет, он открыт, то есть туда по билетам может прийти из других домов даже люди, но понятно преференции перед теми стариками, которые проживают в этом доме. И вот это культурная составляющая, медицинская составляющая, физической культуры составляющая, и очень важно в новом социальном доме, чтобы там где-то было очень рядом удобно часть продуктового снабжения, то есть это вот я имею в виду не столько даже продукты, поскольку сейчас Россия сделала там невероятный скачок с точки зрения доставки, вот этого рынка доставки, который на самом деле огромное облегчение для всей семьи, что называется, но то, что называется общественным питанием, то есть ресторанчик, хороший ресторанчик, где есть и кафе, и ресторанчик домашний. И поэтому возникает такое представление о доме, где в нем есть включены базовые функции питания, физическая нагрузка, медицинское обслуживание и культурные мероприятия, и при этом чем лучше развивается эта комьюнити, тем эти услуги начинают оказываться всем сообществу. Это знаете, как в 90-х пытались развивать средние школы, пока у нас не пришла эта боязнь и страсть перед терактами и так далее. Сейчас у нас все школы огорожены, и там по пропускам и так далее, нигде не зайдешь. А ведь в 90-е развивалась идея, что школа средняя может стать некоторым культурным центром для района, где она находится, чтобы и родители приходили, и не только родители, взрослые приходили в спортзал, в школе делать какие-то мероприятия, потому что инфраструктура этому позволяет. Вот точно так же сейчас рассматривается новый социальный дом. Он должен спроектирован быть таким образом, чтобы он становился центром притяжения сообщества других домов жилых, которые находятся вот в этом микрорайоне. И это другой взгляд на проектирование микрорайонов, потому что если мы сейчас посмотрим, как проектируются современные микрорайоны, не бизнес-класс, а такого эконом-класса, их называют вполне осмысленно человейниками всякими, то есть там невозможно жить. То есть вот мы зафиксировали, допустим, очень резкое понижение уровня субъективного благополучия в Ленинградской области. Почему? Потому что там районы, там Мурино и еще какой-то рядом с Ленинградом, они, в них застройка, плотность застройки, много квартирных домов, малогабаритная, с малогабаритным жильем, такая высокая, что мы переплюнули Китай. То есть люди, которые живут в такой стесненности и вынуждены ездить в Питер, то есть у них есть еще и некоторые атрибуты нормальной жизни, то есть они ее видят вокруг работы. Понятно, у них представление о своей жизни резко падает. И вообще о каком там счастье может идти речь, когда ты живешь как в скворечнике, то есть ты пришел, то есть вот правда это такие картинки страшные просто, вы загуглите, если вы посмотрите, то вы как бы придете в ужас о том, как живут люди, покупая, инвестируя в это жилье, потому что они приезжают, ну нужно работать как-то в Питере. В Москве это тоже навалом, но не до такой степени, то есть Ленинградская область в этом смысле переплюнула всю Россию в стремлении обогатиться за счет как бы концентрации людей на квадратном метре. Вот, и возвращаясь если к социальному дому, таким образом социальный дом становится некоторым центром распространения услуг, связанных с совместным проживанием. То есть и в этом смысле, конечно же, он не должен быть жуткой пропускной системой, что вступает в противоречие в некоторое с мировыми практиками, это противоречие всячески пытаются как-то преодолеть и решить. В чем противоречие? В том, что социальные дома ведь они направлены на людей действительно глубоко живутых. И возможности человека спонтанно там выйти и уйти куда-то на улицу. И вот здесь возникают в Израиле это хорошо разработано различные форматы контроля. То есть к счастью у нас уже настолько развита система датчиков и разного рода вот этих аппаратов, которые позволяют определять местонахождение человека, что вот ограждение как таковое может быть убрано даже в этой ситуации. Но это как бы делает нагрузку еще на один круг обслуживающего персонала. Это не столько охранники, то есть это не наши бабушки на вахте, которые никого не пускают, сколько люди заботящиеся о безопасности наиболее уязвимых групп проживающих в этом доме. И вот заметьте, я вот это все прописал, сколько профессий появляется. и получается, что пожилой человек, он становится не обузой, а он создает рабочие места колоссальному количеству людей, занятых в этой сфере. Именно поэтому Израиль, в Израиле, допустим, рынок оказания услуг пожилым один из самых высокодоходных рынков за счет различного рода уже финансовых схем, благотворительной деятельности. И не только благотворительности, поскольку мы здесь ведем речь при новом социальном доме об очень рентабельном бизнесе. И вот это вообще очень странно для российского уха, поскольку мы привыкли, что у нас старики убогие, забитые и так далее. Не забота государства вообще, да? Да, и вообще это все социалка, которая лишь бы только из бедности накормить бы и так далее. Вот этот момент социальный дом нового кима переворачивает. Нужно перестать о стариках думать как о бедных, нищих, забитых и так далее. Нужно искать форматы, взаимодействовать со стейкхолдерами, с заинтересованными лицами, где мы можем как бы создавать некоторую значимость человека, который на самом деле создает рабочие места, он живет в таком месте, к которому стремятся другие люди. То есть и в этом смысле, допустим, Израиль, я сейчас много о нем говорю, они, кстати, он немножко и у нас распространился, потому что в России одни из самых лучших домов это хеседы, то есть это дома, которые реализованы по израильскому лекалу здесь, в России, и оказывают, кстати, услуги не только лицам еврейской национальности, но и другим тоже, если у вас есть на это деньги, и смекалка, как, допустим, трансформировать свое жилье в деньги, чтобы не потерять их, то есть не попасться на крючок мошенников, так или иначе. Вот, поэтому безопасность очень важна, но безопасность, здесь нельзя ее как бы редуцировать до проблемы или задачи этого дома, все-таки безопасность как таковая, это функция государства, и здесь у нас есть некоторые провалы, которые уже связаны не с внутренними решениями, какой социальный дом строить, а с социальной политикой государства на уровне безопасности пожилых, потому что все мои эти рассказы, которые могут восприниматься как байки, сказки нам рассказывать, они остаются сказками именно потому, что у нас самый небезопасный возраст, это возраст пожилой, то есть какое огромное количество финансовых аферистов от самых безобидных, когда какой-нибудь ножик продадут не по своей цене, но это разовая покупка, все, вот куда бы я ни приходил, мы много опрашиваем людей, у нас все старики уже прошли через это, то есть они купили какую-нибудь тряню, какие-нибудь счетчики им поставили, еще что-то, но это разовое, они как бы потеряли, поэтому я говорю безобидно им, втюхали это, до, мы действительно фиксируем это единичные уже случаи, но они есть, когда пожилой человек оказывается на улице, становится бездомным за счет вот этих финансовых афер, и здесь самое страшное, что старики у нас, ну они как бы они менее защищены, чем дети даже, то есть мы привыкли говорить, что там, что дети находятся в зоне риска, о буллинге много говорится, о безопасности на улице и так далее, и правильно делается, но у детей как правило есть родители, тут есть о чем позаботиться, а старики как-то вот у нас все еще остаются на уровне не социальном, а индивидуальном, и мы забываем, что потеря функциональности когнитивной, она приводит вот к такому сладкому для мошенников месту, то есть тому, что у нас действительно старики очень сильно страдают от различного рода мошеннических операций, и это давление мошенников мы даже не подогреваем, насколько оно высоко. Что же делать с этим? Ничего, то есть в этом плане ничего такого не сделаешь, но я опять же это пробиваю для того, Просветительская какая-то должна быть здесь функция, я не знаю, обучение, какие-то... Ну да, но я боюсь, я боюсь этих слов по поводу должна, и в этом смысле даже дорожную карту мы рисовали не через долженствование, то есть прямо редактируя эту книжку, мы пытались должна-должна убрать эти форматы, чтобы сценарный момент сделать, ничего не должно, единственное, что нужно понимать эту ситуацию, то есть как минимум, это вот первый шаг как в планировании своего жилья, также и в этой части понимать уязвимость старика перед, к сожалению, теми людьми, которые пытаются нажиться на старости, что ли. И здесь много удивительного на самом деле, то есть у нас вот, допустим, как бы протестных людей там выступило, его сразу вычислили, а на дворах, на каждом дворе практически висят объявления, связанные там с оказанием услуг, не знаю, починки компьютера, бесплатной диагностики чего-нибудь там, и в общем-то все знают, что такое это бесплатная диагностика, то есть и понятны эти механизмы, телефоны все сделаны, но за счет, я не знаю, дурацкого, что ли, плохо выстроенной системы профилактики, плохой работы участковых и так далее. Эти мошенники чувствуют себя очень комфортно, объявления срываются, они вешаются вновь, и этот рынок, он себя воспроизводит. Рынок в широком смысле слова оказания недоброкачественных услуг старшему населению. И здесь опять же, еще раз я подчеркнул, если мы на эту тему вышли с вами, то это не вопрос семейной безопасности, это действительно такая вопрос национальной программы по старению, то есть вопрос вообще демографической программы страны, поскольку если мы заботимся о демографии, но обезопасить очень большую часть населения, выстроить какие-то механизмы не только привлечения к ответственности, но и предотвращения вообще мыслей о том, что этим можно заниматься, это очень нужно делать. На вопрос что сделать, это делать такие передачи и скорее взаимодействовать с депутатским корпусом и с активистами различными, чем даже просвещать людей, потому что люди у нас не такие дурачки, они много это понимают и знают, но не всегда могут справиться. То, что я говорю сейчас, это не является новостью какой-то или чем-то таким, каким-то большим теоретическим открытием, это общеизвестная вещь, и этим она страшна, потому что мы это все знаем, но как-то потыкавшись, не найдя решения, мы откладываем точно так же, как реновацию своего жилища на потом, а когда наступает потом, мы уже с этой историей справиться не можем, к сожалению. давайте что-нибудь позитивное поговорим. Я об этом же подумала, просто, ну, я на самом деле думала еще где-то в начале задать вопрос о том, как, ну, меня сильно зацепивший действительно момент, связанный с стигматизацией старости, то есть с каким-то нерефлексивным отношением к этому, как к чумному, ненужному, плохому, и вот к тому, о чем тоже у вас в книге сказано, о какой-то оккульте молодости, о желании продлить какую-то активную деятельность как можно дольше, вместо того, чтобы представить, научиться принимать любой возраст, любое состояние, даже там связанное с ограничением своей какой-то подвижности, ну, с какими-то любыми ограничениями возрастными, вот, в этом плане, что, опять же, как можно, вот, когда я это прочитала, да, то есть это выводится на какой-то рефлексивный уровень, ты действительно начинаешь, ты понимаешь, что ты с этим сталкиваешься постоянно, да, но когда ты где-то в каком-то потоке поведневности, опять же, ты существуешь, все это, ну, вот вы занимаетесь этой проблемой, вы это видите постоянно, да, такой обыватель, скажем, как я, может заметить, обратить внимание, только прочитав это у вас, как сделать это чуть более, может быть, опять же, осознанным для многих, как поменять это отношение, какие-то очень риторические вопросы задаю. то, что мы с вами сейчас делаем, это и есть ответ на ваш вопрос. То есть, для того, чтобы начать что-то менять, нужно сделать это видимым. То есть, особенность социальных взаимодействий заключается в том, что даже если они присутствуют в нашей жизни, они очень часто находятся в тени, незамеченными, потому что мы в суете куда-то бежим, мы чем-то заняты, понятно, что у нас у всех много проблем и задач по жизни. То есть, и эта задача часто становится неприоритетной. Можно сделать только одно, то есть, сделать ее видимой. И на эту деятельность как раз и направлены различные мероприятия, что ли, не только, кстати, связанные с некоммерческим сектором и государством, но и с бизнесом. Нужно больше договариваться выступать не только публично, но и в рамках проектирования каких-либо совместных мероприятий с разного рода людьми, принимающими решения, расширяя эти границы стейкхолдеров. Допустим, мы делали с коллегами из Екатеринбурга этот проект по изучению смерти, то есть по восприятию смерти, который вылился ровно то, с чего вы начали. Он вылился с книжки научно-исследовательской и спектакля, который был поставлен на площадках Красноярска, Екатеринбурга, Архангельска. это как бы с одной стороны такой художественный жест, но мы же понимаем, что люди приходят в театр не только для того, чтобы шампанского или коньячка выпить. И они, когда уходят из театра, они тоже уходят вот с этим облаком размышлений, восприятия. Это облако нужно поддерживать просто как прививка, то есть время от времени в себя дозу вещества, которое нам позволяет видеть происходящее, впрыскивать. Искусство этому помогает очень сильно. А там, где искусство, там и бизнес, там и государственные программы какие-то, еще что-то. То есть другими словами, вот смотрите, я здесь против чего это так витевато рассуждаю, против того, чтобы свалить эту задачу на людей. То есть сказать, вы такие необразованные, давайте мы вас сейчас будем просвещать и в этом наша основная задача, чтобы научить вас жить правильно. Нет, поскольку мы ведем речь о социальных аспектах, это так не работает. То есть нам нужно создавать социальные программы совместные, в которые включаются люди, но не думать, что если мы сделаем воспитанных и образованных граждан, то мы автоматически решим социальные проблемы. Нет, мы их можем решить, только создавая совместные проекты, они будут в области искусства находиться, в области науки или в области социальной работы, социальной политики. Это не столь важно, сколько более важно, что они будут общественные и совместные. И вот на это надо тратить и усилия, и средства, и жизнь, я бы даже так сказал. Все, договорились. Мой следующий спектакль тогда будет как раз на тему старости, будете моим научным консультантом, Дмитрий. Это круто, круто. А вы пишете, вы прямо, вы кем выступаете в спектакле, пишете сценарии прямо? Ну, я изначально была драматургом, потом долгое время мы работали в разных коллаборациях с другими, с музыкантами, не с режиссерами, с хореографами, с театроведами, и сами ставили спектакли, и таким образом уже мы и как постановщики долгое время работали, и я и куратор драматургических фестивалей, и много, много, много чего, и да, просто с этого надо было начинать. Этнографическое интервью, оно у нас, там реализована научная пьеса, то есть мы пытались, да, да, мы пытались методологию выразить через постановку, и вот здесь я как бы с нашими драматургами это обсуждал с Полиной Бородиной, ничего себе здорово, с театр Дог и так далее, они писали отзывы как раз на эту книжку, все, тогда присылайте, нет, там с точки зрения художественной реализовано плохо, там просто это я отдаю себе отчет, ну, понятно, что не надо, надо быть портным, чтобы шить сапоги, вот, но там сама задумка связанная с тем, что сейчас мы ведем речь о симбиозе и как бы понимание как таковое, о чем я говорю, и просвещение, оно сейчас очень эффективно реализуется именно через, на театральных подмозгах, через вот эти ресурсы, которые разработаны вот в этом виде искусства, театр очень сильно продвинулся за последние 20 лет, то есть сильно ушел вперед, и у нас это определяется в научном сообществе через то, что мы создаем так называемые так называемые арт-бейст-ресерч, исследования, построенные на искусстве, и так называемые экшен-ресерч, исследования действия, через взаимодействие не только интеллектуальное, но и эмоциональное с сообществом, вот, поэтому здесь просто, я думаю, что не просто надо тебя поставить, вернее так, спектакль написать и его поставить, нужно подумать о программе его как бы ассимиляции в разные сообщества, то есть там с урбанистами это обсуждать просто, саму постановку и привлечение средств на неё с социологами, с, я не знаю, с психологическими службами. Ну что ж, я думаю, да, действительно, нам с вами, как оказывается, есть что обсудить, очень много всего, но на сегодня, наверное, давайте будем заканчивать нашу программу, ещё раз всех призываю рефлексировать, читая вот книжечку «Дорожная карта старения», 16+, мы забыли с вами назвать, возрастное ограничение, вот, каким-то образом менять своё отношение, себя, своё жильё, и спасибо вам большое, Дмитрий. Если я что-то забыла, может быть, проговорить, прочитать, обозначить важное, ну, может быть, что-то для вас, а я куда-то в другую сторону утягивала. Чем хороши книжки, что современные, да и не только любые книжки, что они предполагают разные траектории прочтения. То есть, её же не обязательно с корки до корки читать, можно с разных концов и, соответственно, разные интерпретации прочтения. Поэтому здесь я бы вообще ничего не советовал, я бы говорил о том, что хорошо бы взять её в руки и занять какую-то позицию по отношению к ней и своей жизни. Лучше критическую, нежели нежели апологическую. Потритировать книжку, себя, окружающих и, может быть, сделать какой-то шажок, чтобы найти какие-то средства, реализовать вот эти критические, критические настрои уже в прикладных, практических вещах по отношению либо к себе, либо к своим близким. На самом деле в вопросах старости, я с этого начинал, в вопросах старости гораздо важнее даже заботиться не о своей старости, а о старости своих близких, поскольку мы так устроены. То есть вот в исследовании смерти мы обнаружили такую особенность в россиян, в отличие от западной культуры, такой детерминации. То есть вот если на Западе всерьёз рассматривается страх смерти, то есть вот это как бы такой базовый концепт, вокруг которого очень много написано теоретических работ. то у нас как-то к нему относятся не столько спокойно, сколько даже безразлично. То есть у нас основной концепт это страх ухода или смерти значимых близких. Мы гораздо больше переживаем, волнуемся и вообще задумываемся над уходом близких. То есть это для нас является самым важным. И в этом смысле можно также построить разговор о старении, то есть именно говорить о старении своих близких. А тогда и своё как-то устроится, если ты будешь правильно заботиться и думать о тех, кто с тобой рядом и кто тебе дорог, и кто стареет, естественным образом стареет. И это очень важный момент для того, чтобы организовать счастливое, чтобы сделать счастливым и свою собственную жизнь. Ну что ж, пойду ещё сильнее заботиться о своих стариках. Они сейчас как раз вернутся после активности. Одна поёт в хоре, второй в шахматном клубе занимается. Вот они сейчас должны как раз уже вернуться. Так у вас проблемы в той семье. Они у меня чудесные, да, замечательные. Вот. Спасибо вам огромное за то, что занимаетесь этой темой, за то, что, за всё то, что я лично узнала и то, что мы смогли сегодня рассказать. И я очень надеюсь, что мы с вами не потеряемся и ничего ужасного не случится и не перекроет нам возможности и вам, и, может быть, нам действительно каких-то совместных идей дальше придумывать и развивать. Куда-то я сползаю всё в грусть и в печаль. Хотели на какой-то хорошей ноте закончить. Я вам очень благодарна и за ваше исследование, и за вашу книжку, и за то, что вы сегодня поговорили. И очень рада знакомству. Мы сегодня первый раз с вами виделись, но, надеюсь, не последний. Спасибо вам большое. Приходите обязательно. ещё и пишите ещё. До свидания. До свидания. До свидания.